привет всем с вами снова мэфик это видео из раздела самоделки а точнее это будет доработка водонепроницаемого бокса для камеры sgcam зачем это нужно я сейчас объясню я использую sgcam только в водонепроницаемом кейсе звук я пишу отдельно и просматривая и монтируя видео с этой камеры я начал замечать некие блики на краях кадра это видно сейчас слева и справа по краям и в основном в углу вот например на этом кадре солнце зашло и видно ярко выраженный блик слева особенно он контрастен на темной поверхности а вот здесь например никаких бликов не видно лишь только потому что пейзаж достаточно светлый поэтому просто не контрастирует хоть солнце и нету но вот все равно на этом месте видно рука достаточно темная и справа слева эти блики появляются вот здесь этот блик тоже ярко выражен но он занимает процентов 10 кадра солнце находится слева так что это за блики откуда они вообще возникают и как их победить водонепроницаемый бокс камеры сделан из прозрачного пластика а ребята из sgcam не додумались сделать переднюю часть которая находится у линзы непрозрачной черной поэтому от любой боковой засветки передняя часть рядом с объективом начинает светиться этот цвет отражается от передней линзы водонепроницаемого бокса и попадает в объектив проведем тест камера направлена на темную область включаем достаточно мощный фонарик и наводим его на бокс сбоку не попадая лучом в объектив а лишь засвечивая сам бокс луч фонарика достаточно узкий и достаточно мощный ну вот что и требовалось доказать сумасшедшие блики появились по краям кадра ну а теперь я расскажу как это дело исправить что нужно сделать да просто закрасить эту область черной матовой краской для этого нам нужно снять переднюю защитную линзу свода непроницаемого бокса поочередно откручиваем 8 саморезов и аккуратно снимаем также снимаем все навесные детали они отстегиваются очень легко поэтому проблем у вас возникнуть не должно задняя крышка и верхний замок не имеет смысла закрашивать весь бокс все-таки лучше оставить его прозрачным соответственно нужен малярный скотч малярным скотчем мы обклеиваем бокс оставляем только ту часть которую нужно закрасить я буду закрашивать верхнюю выступающую часть и ту же самую часть но внутри бокса теперь вам понадобится спирт чтобы протереть обезжирить эти места под покраску теперь покраска я нашел в магазине вот такой баллончик с краской краска матовая черная то что нужно взбалтываем и с расстояния сантиметров 20-30 стараясь сильно не нажимать на распылитель красим после того как краска высохла необходимо подготовить поверхность ко второму слою нужно немного зашкурить и еще раз обезжирить но второй слой у меня высох краска действительно и матовая легла хорошо самое главное вот это внутреннее кольцо должно быть максимально матовым снимаем малярный скотч после него не остается никаких следов все должно быть чистое теперь собираем защитную линзу обратно ставим уплотнительное кольцо устанавливаем линзу и прикручиваем прижимную рамку отлично быстрый тест показывает что никакой свет на переднюю линзу не пробирается теперь тестируем более полноценно собирая тестовый стенд назад и имитирую контровой свет и боковой свет как видно никаких засветок ничего нет и так еще раз вот было и вот стало всем кому понравилось и помогло это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем удачи до новых встреч